Все о среднем профессиональном образовании. Леон Арбели — герой советской и российской науки. Казанцы смогут увидеть Юпитер своими глазами. Идите в баню! Новый термальный комплекс в Казани. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Гульшат Губайдулина. Сборная Казанского федерального университета заняла второе место в командном зачете в соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах спартакиады образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан. В состав сборной вошли представители набережной Челнинского института, Института международных отношений, Института психологии и образования, Института математики и механики, Института филологии и межкультурных коммуникаций, Института управления экономики и финансов, Института геологии и нефтегазовых технологий. Лучший результат среди девушек 15 минут 23 секунды продемонстрировала первокурсница ИМО Алия Филимонова, которая выступала в составе сборной впервые. Единый и основной государственные экзамены уже на носу, но есть те, кто еще не определился, где продолжить свое дальнейшее обучение. Казанский федеральный предлагает уникальную возможность поступить в университет после 9 класса. Именно об этом варианте образовательной программы и о всех тонкостях поступления в Казанский федеральный университет расскажет наша команда. В Казанском федеральном университете более двух лет назад стартовала программа среднего профессионального образования. Она позволяет выпускникам 9 классов поступить в колледж при КФУ. Студенты освоят полный комплекс дисциплин профессиональной подготовки. После окончания курса выпускники смогут продолжить обучение в КФУ по ускоренным программам бакалавра. Обучение в высшем учебном заведении по программе среднего профессионального образования. То есть это уже в чем плюс, наверное, можно так сказать, обучение в колледже при ВУЗе, а это то, что ты уже начинаешь впитывать в себя принципы и движения в сторону научной деятельности. То есть ты уже строишь свой трек таким образом, что после СПО ты уходишь не просто в мир и приступаешь к какой-либо работе, а в дальнейшем планируешь продолжить свое обучение в высшем учебном заведении. Программа рассчитана для подготовки специалистов среднего звена, где выпускники получают квалификацию дизайнера. Срок обучения по программе – 3 года, 10 месяцев или 4 года в зависимости от выбранного направления. Зачисление будет осуществляться на конкурсной основе. Будет учитываться средний бал аттестата за 9 класс, а также оценка, полученная на творческом экзамене. На начальных учебных этапах студенты осваивают базовые предметы общеобразовательного цикла под руководством опытного профессорского преподавательского состава в КФУ. Постепенно на более продвинутых курсах студентов ждет погружение в изучение профессиональных науков, что позволит им уверенно владеть всеми аспектами своей будущей профессии. По завершению обучения выпускники могут продолжить свое образование в КФУ по программам бакалавриата и магистратуры, обогатив свои знания и навыки. Для того, чтобы поступить на эти направления, нужно пройти одно вступительное испытание и предоставить документы об окончании 9 класса. По идее, конкурс проходит по среднему балу аттестата. То есть, чем выше средний бал аттестата, тем больше шансов поступить на то или иное направление. Правила приема уже опубликованы на сайте приемной комиссии. Такое небольшое домашнее задание для наших абитуриентов, чтобы они ознакомились уже, сделали первые шаги в сторону вуза и ознакомились с нашим сайтом и посмотрели правила приема. Программа СПО в настоящий момент реализуется в трех институтах КФУ, которые расположены в городе Елабуга с педагогическим и экономическим направлением. В набережных Челнах изучаются специальности, связанные с техникой, а в Казани ведущим направлением является дизайн. После получения диплома об окончании среднего профессионального образования, абитуриенты, которые планируют продолжить обучение в вузе, уже имеют преимущество перед выпускниками 11 классов. Ведь ребята уже приспособились к студенчеству. Вероника Чулакова, Александр Антонов, Универ Новости. Казанский университет в годы Великой Отечественной войны занимал особое место среди вузов и научных учреждений Республики Татарстан, как крупнейший научный центр по Волжье. Университетские ученые, а также эвакуированные сотрудники Академии наук СССР направили все свои усилия на военные нужды. Мы продолжаем рассказывать о тех, чьи имена навсегда вошли в историю. Казанский университет в годы Великой Отечественной войны был местом, где проводились самые передовые научные исследования в области физиологии. В помещениях вуза с 1941 по 1944 год располагались эвакуированные в Казань Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности имени Павлова Академии медицинских наук СССР и Физиологический институт имени Павлова Академии наук СССР, которым руководил академик Леон Арбели. Сотрудники этих институтов занимались проблемами, связанными с лечением раненых. Они исследовали влияние на организм недостаточного снабжения кислородом, взрывной волны, стимуляторов центральной нервной системы и многое другое. Леон Арбели – выдающийся ученый, работавший в Казани и внесший значительный вклад в различные области науки. Арбели был специалистом в области биологии и генетики. Его работы по изучению наследственных законов и мутаций оказали заметное влияние на развитие науки. Стремление ученых улучшить обеспечение фронта и тыла продовольствием проявлялось в работе специальной комиссии во главе с Академиком Арбели, которая начала свою деятельность в апреле 1942 года в Казани. При ней была поставлена задача выявления дополнительных пищевых ресурсов. В состав комиссии входили две подкомиссии – ботаническая и зоологическая. Опираясь на изыскание ученых Ботанического института, Академии наук СССР и исследовательских учреждений по Волжье, было организовано изучение растительных ресурсов региона, поиск новых видов пищевого сырья. Комиссия стимулировала исследования зоологов по изучению проблемы динамики численности животных, оценки различных животных с точки зрения их пищи и сырья для промышленности. На кафедре физиологии человека и животных Казанского университета в военные годы проводились фундаментальные научные исследования по изучению закономерностей возбуждения и торможения в нервном мышечном аппарате. Была выполнена большая серия работ по исследованию функциональных свойств мионеврального соединения при пастатоническом усилении сокращения мышц. Изучение этой проблемы продолжалось около 10 лет, а после была дана собственная оригинальная трактовка действия эндокринного кальция, освобождающегося в нервно-мышечном соединении при прохождении нервного импульса. В Казанском университете в годы войны было сформировано представление о роли кальция в мионевральном соединении, которое получило широкое распространение и развитие в настоящее время. Сотрудники кафедры в военное время много работали на трудовом фронте, в подсобном хозяйстве, на разгрузке дров с барж и тому подобное. По вечерам сотрудницы кафедры шили белье для участников боевых сражений. Учебная работа в УЗИ в тот период велась в ограниченном объеме. Так, на кафедре физиологии училось всего 2-3 студента. И абсолютно каждый человек, учившийся или трудящийся, жил на благо Родины. Резида Каримова, Универ Новости. В ночь с 13 на 14 марта жители Татарстана окажутся на пороге космического чуда, когда Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, будет виден невооруженным глазом. Небесное тело станет главным событием этой ночью. Астрономическое явление будет наблюдаться только один день. Подробнее об этом удивительном зрелище расскажем далее. Соединение Юпитера с Луной начнется ночью на 14 марта. Это уникальное астрономическое явление заинтересовало многих знатоков в области астрономии. По словам Юрия Нефедева, человеку, который не занимается изучением космоса, обычно бывает трудно отличить планету от звезды. Но в ночь на четверг ошибиться будет просто невозможно. Юпитер на небосводе будет находиться вблизи Луны и выглядеть как самая яркая звезда в ее окружении. Также с помощью телескопа можно будет увидеть кольца, которые опоясывают этого газового гиганта. Юпитер наблюдался и до того, как он к Луне приблизился, и после этого будет наблюдаться. На самом деле, конечно, они не приблизились на какое-то расстояние. Это просто как бы проекция на небесной сфере, что они стали достаточно близко видеться друг относительно друга. Чем же это хорошо? Хорошо тем, что обычно люди, которые не специалисты, достаточно им трудно ориентироваться по небесной сфере. И они с трудом могут определить, где Юпитер, где Сатурн, где другие звезды. А здесь все будет ясно. С 13 на 14 число в ночь рядом с Луной окажется яркая звезда. Это и будет Юпитер. Влияние космоса на жизнь человека нельзя недооценивать. Многие люди верят в астрологию и считают, что расположение планет может повлиять на ход событий и наше благополучие. На этой неделе Юпитер будет самой яркой точкой вблизи спутника Земли – Луны. Но с научной точки зрения его появление на небе никак не повлияет на жизнь людей на Земле. Я хочу сказать следующее. Юпитер же у нас не сегодня появился, и не вчера. Абсолютно никак. Есть, конечно, товарищи, которые профессионально занимаются тем, что рассказывают, что новые гороскопы какие-то появились в связи с этим сближением. На самом деле я хочу всем сказать, что, конечно, читайте, это все интересно, но никакого влияния на нашу жизнь это не окажет. В отличие, допустим, от солнечных вспышек. Тут действительно возникают и магнитные бури, и радиобури. Здесь же никаких явлений на Земле абсолютно не произойдет. Тем более в жизни человечества. Древним ураганом, который там все время происходит. Но его разглядеть можно будет только в очень хороший телескоп. Тем не менее, даже в небольшие оптические приборы мы можем увидеть Галилеевы спутники у Юпитера. На самом деле их более 60, но в свое время, когда Галилей построил свой первый телескоп, всего лишь 3 сантиметра диаметра объектива. Большинство теорий гласят, что они образовались в результате столкновения спутников планеты и состоят из космической пыли и небольших метеоритов. Именно ночью на 14 марта можно будет увидеть кольца Юпитера с помощью телескопа или же бинокля. Алиса Чапурная, Николай Осуховский, Универ Новости. С легким паром известная фраза с мая этого года станет еще более актуальной. Открытие термальных комплексов станет настоящим прорывом, позволив не только расслабиться и насладиться, но и получить целый комплекс лечебных процедур для укрепления здоровья и общего самочувствия. Где конкретно будет это райское место и сколько это будет стоить, узнавал наш корреспондент. Казань является туристической столицей России, которая привлекает гостей со всего мира своим богатым культурным наследием, уникальной архитектурой и гостеприимством своих жителей. На сегодняшний день туристический потенциал города постоянно растет, что отмечают большинство экспертов. В этом году, вернее сказать, в 2023 году мы приняли уже более 4 миллионов туристов. И год от года туристская инфраструктура продолжает совершенствоваться. Появляются новые объекты, реновируются наши музеи, они становятся более интерактивными. Постоянно появляются новые какие-то объекты притяжения. Тем самым спрос и туристский поток не иссякают, а произрастают. И в свете этого можно констатировать, что в ближайшие годы, особенно учитывая политическую ситуацию, внешнеполитическую, и ориентацию на внутренний туризм, спрос на поездки в город Казань, они будут только расти. Именно по этой причине на каждом углу находятся отели, интерактивные места и спа-комплексы. Еще одно такое место будет открыто на Оренбургском тракте в городе Казань, а именно новый термальный комплекс. Курорт обещает быть масштабным с 10 видами бань, саун и большим фудкортом. Общая площадь терм составит 12 тысяч квадратных метров, 2,5 тысячи из которых – это уличная часть. Открытие данного спа-комплекса должно состояться уже в мае этого года. Бани остаются актуальными еще с 14-15 века. Казалось бы, бани – это пережиток прошлого, но в связи с изменениями моды стереотипы канут в лето. И сейчас бани являются местом чистоты, обновлением себя и использованием различных процедур, связанных с эстетикой. С возвращением популярности банной темы растет и количество термальных комплексов. Под них на данный момент активно переоборудоваются существующие здания торговых центров. Например, к концу года глобальная стройка закончится и в Казанской Меге. Мы видим, что сегодня уже появляется множество различных спа-комплексов, различных банных услуг. И они, кстати, достаточно дорогостоящие тоже. Но, тем не менее, население этим пользуется. Причем разные есть уровни даже. То есть есть прям такие премиум-классы банные комплексы. Есть обычные бани, даже советские бани, которые были в советское время построены даже на территории Казани. Они на сегодняшний день тоже очень активно используются населением. Термальные комплексы в городе Казань станут неотъемлемой частью его туристического привлекательного облика, предлагая посетителям уникальный опыт отдыха и восстановления. Благодаря сочетанию современных технологий и древних традиций, термы в Казани предоставят возможность окунуться в мир релаксации и заботы о здоровье, подарив каждому гостю моменты уюта и гармонии. А с развитием Казани будет еще больше таких прекрасных мест для уютного пребывания. Милена Шестакова, Александр Антонов, Универ Новости. На этом все. В студии была Гульшат Губайдулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!